Валерий Седов Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился в Москве с министром строительства ЖКХ Иреком Файзулиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. На встрече обсуждали развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ региона. Павел Малков доложил министру о промежуточных результатах экспертизы мостового перехода через АКУ, начать строительство которого планируется в 2025 году. Проект моста-дублера сейчас находится в разработке. Особое внимание стороны уделили вводу нового жилья, благоустройству территорий и строительству социальных объектов. Затронули вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, в этом году в Рязанской области планируется благоустроить 28 общественных территорий по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В прошлом году за счет бюджетных кредитов в Рязанской области построили 4 детских сада. Два в Рязани, еще по одному в селе Дядьково и городе Рыбное. Кроме того, ввели в эксплуатацию западный канализационный коллектор. Продолжается строительство школы на 1100 мест в ЖК Олимпийский и начато строительство детского сада на 115 мест в Рыбном. Прошла неделя с момента открытия нового участка Лыбецкого бульвара и можно подводить первые итоги. Поговорить о том, что удалось сделать, а также о том, что требует доработки. И прежде всего, как выяснилось, доработки требуют воспитания самих рязанцев. Гамаки, которые так полюбились гостям парка, уже сломаны, столбы вырваны с корнями, а основания порваны. Парк уже открыт неделю. Уже видим и отзывы людей, что все нравится. Тем не менее, мы просим тоже людей обращаться с этим бережно. Вот уже видим, что спустя буквально неделю сломаны гамаки. Хочу напомнить, что у нас на всей территории парка установлено видеонаблюдение. Мы все прекрасно видим, как ломается оборудование, из-за чего ломается оборудование. Еще раз призываем рязанцев к бережной эксплуатации объекта. Починить подрядчик обещают быстро, но беспокойство вызывает другое – отношение к общему. Ведь никто не помешает тем же вандалам сломать еще что-то. Вот гамаки. Не надо на них садиться по 15-20 человек. Жалейте труд людей и уважайте себя. В данный момент мы их демонтировали, потому что их погнули, вырвали из земли. На данный момент мы углубляемся и также бетонируем их, чтобы они были устойчивы. Сегодня мы все это установим 4-5 дней, чтобы бетон застыл основательно. И тогда, пожалуйста, гамаки в вашем распоряжении. Люди старались, люди хотели для нашего города сделать красиво. Всем это очень сейчас нравится. Ну, очень большая просьба, что просто жалеть. Это все делалось для рязанцев, для гостей города. Так что давайте сохранять. Это все наше. Большая радость для юных экстремалов. Скейт-парк специальное покрытие, во-первых, делает приземление мягче, а во-вторых, сдерживает шум. Но это не отменяет того факта, что соблюдать технику безопасности обязательно. При нахождении на площадке непременно нужно надеть защиту. Минимум наколенники и шлем. Как мы видим, этими правилами большинство пренебрегает. Перед входом на сооружение установлено правило пользования. Даже сейчас мы видим, что катающиеся не все экипированы в шлемы, наколенники, на локотники. Тем не менее, просьба и к детям, и к родителям, кто здесь катается, кто использует это сооружение, еще раз прочитать правила и ответственно к этому относиться. Благоустройство бульвара выполнялось в рамках двухгодичного муниципального контракта. Началось в сентябре прошлого года, а завершиться по плану должно было в конце сентября. Но сроки сократили, и в последний летний месяц сделали настоящий подарок рязанцам. Проложены тропинки, сделано освещение и велодорожка. Спортплощадка, постелен газон, организованы клумбы. Высажено немало деревьев. Часть деревьев, которые сейчас уже видим, что они засохли, конечно, будут пересажены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Кроки не готовы обозначить, потому что все-таки ждем, что часть видим, что отойдут. Преображение продолжится уже в этом сезоне в планах благоустройства отрезка от цирка до Кремля. А к следующему разрабатывается большой проект благоустройства территории от Спартака до Центрального парка культуры и отдыха. Прокуроры продолжают проверять работу ФАПов в районах. На этот раз расскажем, как дела обстоят в Михайловском районе. А у вас ремонт был только внутренний, снаружи? Ну, снаружи, там частично крыльцо сделали и фасад обили. Крыльцо и фасад? И канализацию сделали, вывели на улицу. Ага, хорошо. Это не я проводила, это клуб, не касалось я к этому. А, это правда снижается от клуба? Я не знаю, оттуда, наверное, идет. Я не знаю, к ним не проводили. А здесь еще как аптечный пункт работает? Это аптечный пункт, от 4-й аптеки. Прокуратурой Михайловского района проведена проверка соблюдения закона в сфере здравоохранения. Нарушения выявили в работе фельдшерско-акушерского пункта. А именно нарушение требований санитарно-экономического законодательства при оборудовании ФАПов. А также установлены факты ненадлежащего хранения медицинских препаратов, в том числе с истекшим сроком годности. В Рязанской области вновь прошел рейд по тонировке. Как обычно, сотрудники госавтоинспекции останавливали тех водителей, кто решил затонироваться сверх положенного. А такие были. Водители рейндж-ровера остановили не просто так. Боковые стекла его авто затонированы. И теперь с помощью специального прибора под названием «Тоник» предстоит узнать, как сильно. И это при норме светопропускаемости для ветрового и передних боковых стекол не ниже 70%. Таких водителей, кто слишком сильно затонировал свой автомобиль, сотрудники госавтоинспекции и выявляют на очередном рейде, который так и называется – тонировка. Сотрудники госавтоинспекции на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, связанные с выявлением нарушений тонированных автомобилей. В месяц выявляется более 500 таких нарушений. Однако это не останавливает многих нарушителей. И они повторно и во второй, и в третий, и некоторые даже в 15 раз тонируют свое транспортное средство. Почему тонируют повторно, догадаться несложно. Штраф за такое нарушение – 500 рублей. Столько же, кстати, стоит и самая дешевая тонировочная пленка, которую по закону необходимо удалить со стекол авто в случае выявления нарушения. Притом либо тут же, либо в течение суток. Порядок такой. Если инспектор с помощью тоника фиксирует, что светопропускаемость ниже положенной, он выписывает штраф. Плюс требует устранить правонарушение на месте. Если человек на месте не устраняет такое правонарушение, то сотрудник госавтоинспекции выдает ему требование, по которому в течение определенного срока нарушитель должен приехать и показать сотруднику полиции, что он устранил данное нарушение и все законные требования выполнены. Если водитель и в этом случае нарушения не устраняет, то дело может дойти и до административного ареста. В Рязани такие прецеденты уже были. Притом практически как по описанному выше сценарию. 41-летний водитель затонировал Ладу Гранту, получил от сотрудников госавтоинспекции требования и не выполнил его. Повторно рязанцы остановили на улице Кольцова. Вновь проверили светопропускаемость стекол. Вновь она не соответствовала заявленным требованиям. И как итог, он нарушил статью 19.3, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Дело передали в суд. Приговор – административный арест. Правда, всего на сутки. В назидание. Фальшивок в регионе становится меньше. Об этом заявили специалисты регионального отделения Банк России. Притом, по классике, фальшивомонетчики отдают предпочтение подделке отечественных купюр. Более подробная статистика в нашем следующем материале. 39 подделок за полгода. Именно столько фальшивок выявлено в регионе. И это, кстати, на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество поддельных банкнот номиналом 5000 рублей снизилось до 19 штук. В 2000-х выявлено вдвое меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Три купюры. Еще 10 фальшивок имитировали банкноту номиналом 1000 рублей. Кроме того, эксперты выявили по одной поддельной купюре номиналом 500 и 100 рублей. Также в первом полугодии фальшивами признаны 4 5-рублевые монеты и 1 10-рублевая. С другой стороны, если конвертировать фальшивые листы в денежный эквивалент, то тогда об ущербе придется говорить другим языком. Посчитаем. По отдельных пятитысячных купюр выявлено 19 штук. Это 95 тысяч рублей. Плюс 3 двухтысячные. Еще 6 тысяч. И по одному фальшивому Архангельску и Москве. Суммарно это 101 600 рублей. Социологическое исследование, которое провел Банк России, показал, что практически половина россиян не проверяют банкноты на подлинность. При этом гарантии, что в кошелек не попадет фальшивка, нет. Прежде чем брать купюру, стоит оценить хотя бы три защитных признака. Например, водяной знак, микроперфорацию и повышенный рельеф. А вот по России, что разумеется, статистика выше. Во втором квартале этого года выявлено 2120 поддельных купюр. Больше половины из них пятитысячные. В деньгах 6 миллионов 750 тысяч рублей. Сюда же почти 800 тысяч в купюрах по одной и две тысячи. Фальшивомонетчики, кстати, свое имя полностью оправдывают. Во втором квартале в России выявлено 23 10-рублевых монетки и 16 пятачков. А помимо медиков подделывают и валюту иностранных государств. В лидерах доллар США, их больше 250. На втором месте с большим отрывом евро, их всего 7 купюр. Замыкает тройку лидеров поддельные китайские юани в количестве пяти штук. Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязанской области можно встретить около 300 различных видов птиц. Орнитологи связывают такое разнообразие с удачным географическим расположением региона. Однако в таком множестве некоторые виды стали встречаться все реже и реже. Возможно, вы удивитесь, но за одну прогулку по окрестностям Рязани можно встретить до 100 видов птиц. В черте города это голуби, вороны, воробьи. За городом – зяблики, скворцы, дрозды. Среди которых есть и очень редкие виды – залетные. По словам орнитолога Елены Валовой, это связано с разнообразием биотопов, то есть мест обитания. В нашем регионе проходят границы между лесной и лесостепной зонами. Их разделяет АК. По одному ее берегу проходит южная граница хвойных мещерских лесов, а на другом начинается лесостепь, где встречаются южные виды птиц. В лесах, например, это глухари или совы, там бородатые неясыть встречаются, которые нигде больше не обитают. Бородатые могут залетать в окрестностях города даже, но в степной местности они не встречаются. А из степных – это может быть такая степная теркушка, которая залетает сюда не очень часто, редко даже, но в некоторые годы может залетать. Есть тревожные новости. Некоторые виды встречаются все реже, и это, к сожалению, влияет на всю экосистему. Например, воробьев во дворах стало меньше. На это обратили внимание ученые. Да и вы, если понаблюдаете, сможете подтвердить. Ежегодная перепись воробьев, которую проводят орнитологи в марте, показала, что снизилась численность именно домового воробья, который обитает в городах. Степной же чувствует себя комфортнее. Почему так происходит, рассказала Елена Валова. Точно неизвестно, что привело к этому. Я думаю, что это комплекс факторов, которые действуют. И меньше становится укрытий, где они могут благополучно гнездиться. Постоянное выкашивание травы тоже препятствует возможности воробьям нормально кормиться, потому что они семенами кормятся, но и в том числе выкармливают потомство насекомыми. То есть, чем хуже экология в городе, тем сложнее птицам приспосабливаться и выживать. Также Елена Валова отметила, что уменьшение численности воробьев происходит не только в Рязанской области, но и во всем ареале их обитания. Орнитолог напомнила, птицы – важная часть экосистемы. Бережное отношение к пернатам и забота о них – наша задача. Анастасия Адмитрифимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица – все от производителя. С 5 по 10 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова